Алексей, в марте этого года компания Capital Group заявила о том, что в проекте лица вместо апартаментов будет квартира. Скажите, почему было принято решение так изменить концепцию? В первую очередь это связано с тем, что на сегодняшний день четкой формулировки, что такое апартамент, закон не предусматривает и не дает. На сегодняшний день в законодательной базе существует два понятия, либо жилое помещение, либо нежилое. По апартаментам принято понимать гостиничный номер, который, по сути дела, изначально проектируется, создается для жилого назначения, то есть для временного проживания, а по юридическим основаниям считается нежилым помещением. То есть изначально в гостиничном номере есть некая такая двузначность, неопределенность. А при этом есть особенность нашего рынка, связанная с тем, что, например, у нас в гостинице можно в соседнем номере вы можете проживать, а в соседнем номере у вас, например, может быть чей-то офис. Масштабы проблемы довольно серьезные. На сегодняшний день на долю апартаментов в границах Старой Москвы приходится каждое третье предложение. Уже есть сегмент собственников, для которых апартаменты являются единственной недвижимостью, которой они владеют. И, соответственно, это уже не, скажем так, не явление местного масштаба, то есть какого-то района, отдельного застройщика или там отдельного субъекта федерации. А я думаю, что это уже история, которая выросла и которая требует своего решения на федеральном уровне, где должно быть четко дано быть определение, поставленное точкой, что же такое гостиничный номер. В текущих условиях, выражаясь крылатой фразой «время – деньги», что проще потратить деньги на смену в простой, понятный формат квартир, нежели пытаться по рынку продвигать историю апартаментов. Но вашему примеру последовали и другие компании. Как минимум, знаю, один застройщик тоже намерен перевести апартаменты в квартиры. Как вы считаете, это единичный случай на рынке или все-таки уже наметилась некая тенденция? Не все это могут себе позволить, потому что те апартаменты, комплексы, которые реализуются по принципу экономической безысходности, у них зачастую нет какого-либо бюджета на то, чтобы перевести в квартиры. Это первое. Второе. Для того, чтобы сделать перевод апартаментов в квартиру, вы изначально должны были потратить время, потратить, соответственно, материальные ресурсы на то, что вы будете все-таки проектировать жилое здание. То есть это действительно на сегодняшний день в чем-то напоминает некое искусство. Вот. И я знаю случаи, когда вот люди, которые планируют перевести, вот, они, по сути дела, переделывают проект. Пока не будут приняты какие-то поправки в законодательство, будут ли появляться апартаменты, на ваш взгляд? И если будут, то в каком формате? Ну, то, что они будут появляться, на этот вопрос уже как бы город дал категоричный ответ, потому что в том плане, что вы можете строить апартаменты, но в любом случае к ним будут предъявляться требования, которые предъявляются к строительству жилья. Вот. Соответственно, ну, скорее всего, что они еще в том или ином формате и в том или ином объеме, скорее всего, будут появляться. Но я думаю, что тенденция в целом будет к тому, что количество их на рынке будет уменьшаться. Я думаю, что говорить о том, что апартаменты уйдут в ноль, не готов. Повторюсь, они будут, вот, даже если ничего не изменится в законодательстве. А вообще сильно очень хочется, чтобы все-таки была поставлена точка, что такое апартаменты, и, соответственно, в этой части рынок бы стал более прозрачным и понятным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!